Любимые мои, всех очень рада приветствовать на нашем с вами канале. Сегодня у нас 14 июня. В общем, сегодня у нас лето еще продолжается. Про погоду вам рассказываю здесь, что у меня происходит, что я связала, что я отложила. В общем, здесь такой канал вроде как про вязание, но больше канал развлекательный. Я здесь рассказываю, что я сделала и примерно показываю, как я это сделала. Все, сказала, вступление есть, всех предупредила, кто недавно на этом канале. Вот, ну что, как я уже сказала, у нас середина лета. Естественно, мы должны с вами связать по сарафанчику. Вот сегодня вам вообще не понравится то, что я вам буду рассказывать. Я сегодня вам покажу, как обещала, потому что у меня много вещей, которые доделанные, и вы все видели, как я их делала, но не показывала вам, еще их не показывала. Поэтому начну потихоньку показывать. Начну, как вы меня просили, все покажешь, Лариса, что у тебя с шариками. Вот тоже вам не понравится, что я покажу, и чем я занимаюсь, тоже вам не понравится. Ну что, с чего-то надо начинать. Правильно? Правильно. Итак, давайте начнем с шариков. Или план вам зачитать. И про комбинезон вам рассказать. Ну, в общем, давайте по порядку. Начнем с шариков, а дальше там как пойдет уже. Итак, все помнят, что я вязала... Я здесь никуда не ушла. Все помнят, что я вязала шарики. Вот они. Вот что у меня получилось. Сейчас я вам померяю, все расскажу и покажу их на себе. История этих шариков была... Много новеньких здесь. Здесь история того, вот как я вязала вот эти шарики. Мне было интересно само вот эти вот вывязать вот эти шарики. Видите? Но они мне как бы... Как бы вывязать я их вывязала. Технологию я придумала. Но меня не устраивает, как бы они вот... Именно здесь они меня не устраивают по качеству, по-своему. Видите? Они получились у меня не очень ровненькие. Но пойдет. В общем, как... Что я хотела? Я хотела, чтобы был перед и спинка вот этими шариками. Вот сейчас я вам покажу, как это было задумано. Вот. Это должна была быть перед и спинка. Кстати, давайте вот так вот сейчас. Я же даже не это. Вот. Вот такая вот должна была у меня быть легкая, ажурная... Ну, не ажурная, а вот с этими шариками, кофточкой или как это назвать. Я не знаю. Светерок будем считать. Не знаю, как это называется. Вот. Вот так это должно было быть. Ну и что? Я связала одну часть. Вот здесь она у меня собранная. Сейчас я вам померю все. Вот. Здесь она у меня собранная. Вот. Видите? Вот здесь вот шов. Шов, петля в петлю. Да, может быть, не очень аккуратно спица здесь была у меня или четверка, или четыре с половиной. Я уже не помню. Вот. В общем, связала я перед и спинку. И что-то я так от них устала. И я думаю себе. А ну-ка, давай-ка я из них сделаю рукава. Вот просто рукава сделаю. А перед и спинку я свяжу другие. И вот такие должны были быть рукава. Теперь следим за моей мыслью. Я за ней не слежу. Вы все это знаете. Я начала вязать перед. Эту я вам показывала уже. Кстати, мне знаете, что написали? Мне написали, что я в ней какая-то смешная. Ну и что? Так я здесь вам для того и есть, чтобы вас повеселить. И я связала перед и спинку. Взяла кидмахер в две нитки. Вот так вот. И вот здесь должны были быть уже рукава. Вот. Вот это должны были быть рукава. Вот в горошек. В этом. Ну, вы меня знаете. Я 20 раз передумаю. В общем, вязала-вязала я. Рукава здесь я приделывала-приделывала. Никак они у меня здесь не приделывались. Вот. И я решила здесь довязать капюшон. Как вы все помните, я связала капюшон. Вот эта штука мне нравится. Я ее буду носить прямо с удовольствием. На улице пока у нас жара. Поэтому можно ходить. Пока вот в этой. Я сейчас ее померяю. Так. Ну что вам? Мерите то и то? Давайте сначала померяю вам шарики и дорасскажу. Потом померяю вот эту. Это если кто не видел. Но это все видели. Ну, она мне так нравится, что я вам еще раз ее померяю. Итак. Меряю шарики. И я их просто вот просто взяла, сшила два полотна. Хорошо, что я здесь вязала вот эти шарики, чтобы они были в шахматном порядке. Вот как-то вот так вот получилось у меня. И что я сделала? Я зашила вот всего лишь вот столечко. Потому что кто помнит, у меня такие вот зашитые рукава, вот длинные, есть. Не буду вам их показывать, хотя они у меня здесь. Вот. Я добивалась, чтобы это просто было, как бы, ничего я не добивалась. Просто кусок зашила и все. Вот. Но получилось, я вам хочу сказать, у нас сейчас очень даже такая, знаете, неплохая штука. Вот так они смотрятся. Может быть, не с этим полосатым, хотя и с этим полосатым. Вот я смотрю на экране, она как бы, ну, так себе. А так вообще в жизни она смотрится неплохо. Вот так вот она смотрится. Вот так, вот так. Да, здесь такой, можно было ее вот так зашить. Можно. И был бы вот такой вот широкий рукав. Вот так смотрятся эти шарики сзади. Сейчас я вам повернусь. Покажу, какой она получается ширины. Вот такой вот она ширины получается. Вот. Но, как для лета, очень даже практичная вещь. Во-первых, она складывается очень так, потому что утром как бы прохладненько, а в обед уже жарко. И чтобы не таскать кофты, она довольно-таки теплая. Все знают, что кидмахер – это с кидмахера, вот, вот, показываю, вот с такого обычного ализе кидмахер. Я его очень люблю, вяжу из него много. И каждую зиму я вяжу себе по несколько вещей. Обязательно. Или добавляю его куда-нибудь. Очень-очень я люблю. Вот. Ну, вот так вот. Вот так вот я хожу. Очень хорошо с джинсами она и с юбками. Ну, в общем, нормально. Мне нравится, мне подходит. Хотя я ее, ну, где-то, может быть, один раз, может быть, я в ней приходила. Вот так вот, я вам хочу сказать. Потому что, ну, вот такая вот у меня получилась штука. Так, как вязала я ее вам, что, рассказывала или нет? Я вам ее рассказывала и показывала несколько раз. Сейчас я вас быстренько скажу, как она вяжется. Вообще, можно связать обычный лицевой, без этих шариков, без ничего. Просто связать или одно, или два полотна. Я вяжу два полотна, чтобы отсюда было вязание и отсюда было вязание. И сзади собираю на петля в петлю шов делаю. Вот. Ну, вот. Ну, как вам? Вот, вот шов. Видите? Петля в петлю зашиваю. Значит, как я ее вязала? Я набрала вот здесь вот, где половинка шарика. Видите? Вот, вот здесь вот. Вот я набрала петли. Как вы знаете, я набираю петли с одной нитки, не с двух ниток. Тогда это все, во-первых, и тянется. Во-вторых, когда я вот это все связала, мне здесь нужно было кусочек довязать. Вот видите, я взяла тоньше спицы и довязала. Вот здесь добрала петли и сюда довязала. И обычным этим закрыла. Тоже петля в петлю закрыла. И вот такие вот у меня. Вот он. Видите? Он абсолютно ровный. Вот. Без всяких этих абсолютно ровная штука. И чем мне нравится на зиму прекрасный шарфик. Можно так его. Кстати, даже можно и на голову его, да? А что, почему нет? Это я первый раз меряю. Ну, а что, почему нет? Очень, даже очень. Ну, чем вам не на зиму такая штука. В общем, очень практичная вещь. Два полотна или одно полотно, сколько вам нужно. И будет у вас и зима, и лето, и осень. В общем, на все случаи жизни у вас будет вот эта вот штука. Вот так вот она смотрится. Вот они. Видите? Шарики. И я даже, может быть, еще, как сказать, я, может быть, даже еще свяжу с такими шариками. Мне они нравятся. Просто я уже знаю, как ввязывать вот эту нитку, чтобы не было лишних дыр. Ну, как сказать, здесь много всяких вот, вот видите, вот оно неровненькое. Вот это вот мне не подходит. Ну, так, общий вид, общий вид нормальный. Вот, как идею вам рассказала. Кто помнит, я показывала, как эти шарики вывязываются. То есть вы вяжете одной ниткой вот до самого рисунка. Рисунок можно любой вывязать здесь. Вяжете одной ниткой, потом складываете в три нитки, вяжете куда вам нужно, потом опять отсоединяете одну нитку и вяжете. В общем, ну, я показывала, если нужно будет, то я вам еще раз покажу. Вот такие вот у меня получились рукава. Все, конечно, долго ждали, когда я их покажу, но ничего особенного я вам не показала. Но в таких простых вещах вы знаете, что простая вещь, она никогда не подведет. Никогда никого еще не подводила. Вот такие у меня получились рукава, которые я надеюсь, что я буду носить. Этот цвет я люблю. Я их буду носить как вот это, так и буду носить вот эту. Хотите вы, не хотите, я вам ее померю. Она мне нравится. Вот. Потому что, еще раз говорю, очень большая благодарность всем моим подписчикам, кто со мной с первых, с первых моих видео, я вам, я вам очень благодарна. И, конечно же, всегда рада приветствовать новых наших участников нашего канала. Вот так. Меряю вам вот эту. В это время, знаете, девочки, в первый год я, когда начала снимать видео, а начала я их снимать, это в июле месяце, где-то в начале июля месяца я начала снимать. Это года два назад, наверное, или сколько там канал, я не знаю. Вот. И Сереже говорю, Сереженька, если до Нового года у меня не будет 400 подписчиков, я закрываю канал. А снимать я начала. Почему? Потому что лето на дворе, никто ж летом не вяжет, и я просто, чтобы напомнить своим, вот, ну, кто приходит ко мне, просто чтобы напомнить, что можно и летом повязать, когда жара, знаете, дома сидишь, дома прохладненько, можно и повязать. И вот из-за этого я начала снимать. Я не думала, что вообще получится что-то из этой затеи. Так что благодарна вам, очень вам благодарна за ваши подписки на этот канал. Так, меряю. Вот эта штука мне прям нравится-нравится. Вот прям она мне очень нравится. Вот такая вот вещь. Еще почему меряю, потому что хочу, чтобы вы в очередной раз обратили внимание на капюшон. Потому что сейчас я вам буду показывать то, что я начала вязать. Смотрите, какая прелесть. Ну, вот прелесть. Вот я уже заметила, чем проще вещь, тем лучше. Самое вот интересное, что вяжем что-то простое. Вот два полотна связали. И что-нибудь типа вот капюшон или карман или какой-то там на рукавах что-нибудь такое вот замудренное. И все, у вас получается вроде простая вещь, а вроде такая с какой-то изюминкой. Ну, это так, по моему мнению. Да? Да. Вот. Вот такая вот у меня штука. Вот еще раз буду мерить ее, потому что она мне нравится. Вот. Вот так вот. Давайте одену капюшон. Надену, конечно. Вот. Вот так вот капюшон здесь. Да, буду носить. Вот. И капюшон. Видите, какой рисунок здесь? Так, вы запомнили, сейчас я вам буду дальше рассказывать. Вот. Так что и то, и то буду. Кстати, можно же вот, а ну куда ее уже сюда, не прилепишь никуда ее. Ладно. Буду отдельно носить то и то. Так. Рассказываю вам дальше. Сейчас я эту сниму, нет, ну сейчас я ее сниму и включусь. Так. Ну и дальше вам рассказываю, что у меня дальше происходит. Все помнят, что я взяла подклад и собиралась сделать комбинезон и вам это все показать. И что вы думаете, я сделала? Ну, конечно же, вы мне все знаете. Вот как принесла домой в пакетике. Вот так положила на стол и до сих пор оно там лежит. То есть, ну, я-то уже сделала его. Вот это у меня очень плохая черта. То есть, я когда что-то придумала, я знаю, вот связала, я знаю, вычислила, как это связать, все доделала. Делала, ну, все. Там уже делать нечего. Просто подставить подклад. Это уже проще простого и пришить пуговицы. Все. И мне как бы это уже и неинтересно это доделывать, потому что, ну, чисто технические такие вопросы там остались. Ну, я, конечно, его доделаю и вам, конечно же, покажу. Вот. Что вы думаете? То есть, мне же нужно что-то вязать здесь. Я вам показывала уже, что я начала вязать сарафан. Начала вязать сарафан с таким условием, что я его, наверное, буду продавать. И мы с вами посмотрим, как он продастся, почем, за сколько и, в общем, посмотрим. Или я себе его оставлю, или дальше видно будет, как это будет. Я вам историю про этот сарафан рассказывала. Я уже такой вязала. Но, не знаю, даже, может быть, я чуть поменяю модельку. Ну, наверное, может быть, такую и оставлю. Смотрите, сколько я уже связала. Сейчас я вам покажу и даже вам померяю кусочек. Вот. Померяю кусочек. Вот подружки ходят. Вот так рукой машут на меня. Значит, смотрите, сколько я связала. Сначала я связала вот такой кусок. А почему я вам говорила, запомните вот это? Да, вот я не забыла. Вяжу я его вот таким вот ажуром. Вот таким ажуром. То есть, капюшон я вязала. Вот я уже объясняла, как я вязала капюшон. Вот, видите, я вязала здесь вот эту полоску. Вот она. И сарафан я вяжу точно таким же. Вот. Одинаковый абсолютно узор. Смотрите, связала я вот такой кусок. Вот. Видите, уже пошла на вторую половину. То есть, на вторую полоску. Он мне не понравился. Я его отложила. Хорошо, что отложила его. Вот. Вот. И связала уже вот такой кусок. Вот. Видите, какой будет сарафан. Давайте я вам его померяю, потому что, чтобы вы имели представление вообще. Ну и я заодно посмотрю, как это смотрится. Я вам тут все меряю, вы меня знаете. Я не стесняюсь. Не получится, я вам так и скажу, что не получилось. Брошу вязать, вот так и скажу, что я бросила вязать. Вот. Вот смотрите, какой будет сарафан. Вот это, это вот здесь будет. Вот эта часть будет. Но меряю вам вот так вот. Вот так. И вот так. Вот смотрите, какой будет. Вот так вот. Ну что, как вам такой вариант? Вот такой вот ажурный сарафан. И здесь пойдет вот такая вот сюда на рукав. Ну вот такая вот штука пойдет здесь связанная. И вот он весь, 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 весь будет вот такой. Как вам? Непонятно. Согласна с вами. Вот. Ну вот, вот этим я занимаюсь. Так что у меня там доделок еще тоже много. Все покажу, ничего не скрою. Все вам покажу и все вам расскажу. То есть вот этот рисунок, я его использую очень даже часто. Он меня выручает прям. Но сюда подходит любое ленточное кружево. Вот здесь я его сразу по ходу дела собираю и сразу привязываюсь к полотну. О, сейчас видно. Вот сейчас видно все. Так, вот. И сразу привязываюсь к полотну. Еще не знаю. Крючок я взяла вот здесь четыре с половиной у меня. И он как-то жидковатый. Да, вот так вот он смотрится нехорошо. Но когда он подгладится, отгладится, он будет нормально смотреться. То есть, ну, я не первый раз такие вещи вяжу. Вот я по ходу дела, видите? Смотрите, вот я вяжу вторую полосу ленточного кружева. И, естественно, сразу же привязываюсь сюда. Чтобы не потом шов был, а чтобы сразу был этот шов. Ну, привязанный, короче говоря. Вот таким вот делом я занимаюсь. А теперь, думаю, может быть мне перейти с четверки на четыре с половиной, чтобы его сделать вот расклешенный такой. Не знаю даже я. Вот. Ну, вот такое вот у меня происходит. Все я вам рассказала. Вот мне вообще не стыдно, что я отложила комбинезон. Ничего страшного, лето еще у нас есть, еще можно походить. Вот. Ну, вот все вам рассказала, ничего не скрыла. Ой. Так. Ну и все. Так. И что? Теперь я вам покажу картинки. Картинок покажу немного, потому что мне был такой вопрос. Лариса, может быть, какое-нибудь, как он называется? Вот даже записала, филейное кружево. Может быть, какая-то идея есть на филейное кружево, на сарафаны. Есть идея. Вот прям нашлись у меня сарафаны. Сейчас покажу. Может быть, даже и понравится. Так. Но сначала забыла сегодня дома планшет. Конечно. Куда шла? Я не знаю, куда я шла. Так. Комбинезон. Сначала показываю комбинезон. Цвет классный. Смотрите, какой. Он вроде как и такого, и спортивного типа. И в то же время, вот здесь, вот это вот, в общем, нравится мне. И стало мне много попадаться, девочки, наверное, это входит все-таки в моду. Я так себе думаю. Ну, входит, не входит. Но попадаются очень хорошие картинки, которые прям можно, вот, ну, носить. Я-то связала просто лицевой гладью, да. Ну, естественно, его можно носить. А вот такие вот уже, да, ну, вот мне нравятся. И вот эти вытянутые петли здесь, вот этот угол мне нравится, и карманы. Ну, в общем, классный. Вот понравился мне, прям этот комбинезон понравился мне. Так. И платье, значит, платье. Это ж у меня некуда посмотреть, я записала. У меня ж все в этом. Платье, вот это вот широкое такое, оно связано с шестиугольниками. Но, вот смотрите, какие красивые подобраны здесь вот эти шестиугольники. Что пока я его вот так не расширила, я даже не поняла, что там эти шестиугольники. Очень красивый получается рисунок, вот такой вот ажурный. И само платье мне нравится, вот силуэт этот. Ну, я люблю такое, знаете, побольше, чтобы оно было, это прям мое. И дальше, вот это платье вот в эти вот квадратики. Вот чудо чудное, просто можно вот брать и вязать такое. Вот смотрите, и здесь вот эти вот квадратики, да, потом дальше переходят как вот, как шарики такие, да. И дальше край ажурный такой вот вывязан. Мне кажется, очень хорошая идея. Вот несложное, простое платье, но смотрится вот по мне очень красиво. Красиво смотрится. Хорошее прям платье, нравится мне. Я бы такое бы носила бы с удовольствием, такое платье. И вот этот сам фасон, вот когда идет клеш, вот отсюда идет расширение. Тоже очень хорошо. Всегда такие, знаете, ноги длинные, как у, ну, кто по подиуму ходит, вот у манекенщиц. Так, и платье, вот эти розы, мне кажется, очень-очень хорошая идея. Вместо роз может быть все, что угодно. Могут быть и кошечки, и собачки, и птички. И, кстати, может быть что-то такие, вот какие-то африканские узоры. Ну, не узоры, а вот там, ну вот я бы так вот, если бы я вязала, я бы розы не вязала. Я бы, может быть, связала каких-то, там, может быть, человечков связала бы. А может быть, каких-то, ну, каких-то животных, там, я не знаю, жирафиков, там, ну, вот вместо вот этих вот роз. Ну, конечно бы, если это, я бы связала кошечек. Вот кошечек, кошечек, кошечек бы связала. Вот, но сама идея платья, мне кажется, классная. Рукав, здесь мне нравится длина рукава, но мне не нравится, что он узковатый. Я бы пошире рукав бы сделала. Вот, а так вот мне все подходит в этом платье. И обратите внимание на размер. Хороший размер. Если его прямо вот связать такое вот прямое, и вот с таким рукавом, ну, вполне можно ходить. Если его даже связать, вот если его не белое связать, а какого-то другого цвета, то прям платье классное. Вот. Это как идея на филейное вот это вот кружево. И никакая это не шторка. Это классная, ну, в общем, вещь хорошая. Можно в таких вещах ходить, мне кажется. И, ну, в общем, таких идей много. Не сильно можно усложнять это все дело. В общем, если простым каким-то, вот, допустим, вот этими квадратиками, да, связать и юбку, и платье, и майку, она всегда будет смотреться хорошо. Вот квадратиками такими майку связать, я думаю, что будет очень даже шикарная вещь. И платье, и майка, ну, в общем, нам же, знаете как, попроще и побыстрее. Потому что лето вот сейчас закончится, а мы еще с вами вообще ни за что не брались. И нам нужно еще успеть, мне еще нужно успеть вот этот сарафан довязать. И еще парочку я хочу связать сарафанов каких-то, ну, или платьев. Посмотрим, как пойдет, потому что мне еще надо пододелывать и вам показать это все. Вот. Так, и идем дальше. Значит, вам нужно... Многим, очень многим, я знаю, что не нравится, и это, наверное, неправильно, что я что-то сделала, вот мне интересно, вот это вот я сделала, да? Ну, дальше мне неинтересно, мне хочется это отложить, начать что-то новое. А потом я посмотрела на это, думаю, мне хочется это на себя, мне хочется это одеть и поносить. И я тогда за там полчаса это все дело доделала, и нормально. И когда я вязала это, я получила удовольствие. Отложила, оно полежало. Я себе не забиваю голову, что оно лежит, надо доделать, ах, какая я бессовестная, почему же я вот так вот сделала. Нет. Оно себе лежит, и я точно знаю, что у меня, когда будет настроение это носить, то я его возьму, да быстренько доделаю, одену и пойду. Вот. И у меня опять хорошее настроение, и хорошие у меня эмоции и мысли. Я не говорю, что так нужно делать, так нельзя делать, как я делаю. Но я так делаю, мне так нравится. То есть, ну, я не считаю это каким-то прям вот грехом. Ничего страшного, доделаю потом и поношу. Вот этого, девочки, я вам хотела сегодня напомнить еще раз, что наша жизнь, она очень быстрая. И нам с вами нужно прожить ее в свое удовольствие, с хорошими положительными мыслями, с хорошим окружением. Вот этого я вам хотела пожелать. Я вам хотела пожелать мирного неба, яркого солнца, или хорошего дождика. Вот чтобы такие простые вещи у нас были. Вот если у нас будут такие простые вещи, все остальное, я думаю, что мы с вами сможем как-то создать. Вот этого я вам хотела пожелать. Все, девочки, на сегодня я вам рассказала все, показала, чем я занимаюсь. Встретимся с вами в следующем видео. Всех вас люблю. Всем счастливенько. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok